Всем привет! Меня зовут Наня. Я расскажу вам про физику твёрдого тела. Физика твёрдого тела — это такой раздел физики, который изучает зависимые свойства материала от их структуры и состава. Свойств материала очень много, но я буду рассказывать только про электрические, потому что всё включается в газетку, там разные электрические свойства. Вначале я напомню, что такое атомное, как устроен атом, потом поговорим, как атомы образуют кристаллическое тело и как кристалл влияет на поведение электрона в этом теле. Это называется «зонная теория». Вы споро поймёте, почему она так называется. И в конце немножко говорю по применению вот этих вот знаний на практике и расскажу про устройство некоторых известных вам элементов. Я преследую две цели. Первое, чтобы каждый понял, с чем отличаются изоляторы от полупроводников и металлов с точки зрения зонной теории, потому что в школе про это не говорят, а я считаю, что это очень интересное знание и о нём расскажу как на физике, как физика, я думаю, что все могут знать, это очень интересно. Итак, твёрдое тело, точнее атомы. Как вы знаете, он состоит из положительно заряженного ядра и облака электронных вокруг, причём электроны могут иметь только определённую энергию атомата. Для прыжка между уровнями, электрон должен получить определённую энергию в виде фотона. Фотон – это квант электромагнитного излучения или порция света. Прыгая на верхний уровень, электрон должен поглотить фотон равный энергии разницы этих уровней. Если он падает вниз, то он излучает фотон, равный вот этой разнице энергии. Междунаться существовать просто не может. Особо нужно выделить валентные электроны, которые находятся на внешней оболочке. Во-первых, если дать им определённую энергию, они могут просто вывываться на свободу из атомов. Во-вторых, они могут восстанавливать связи с такими же валентными электронами других атомов. Вы все помните из курса химии валентные электроны, что у каждого элемента есть своя валентность, то есть количество этих электронов, с помощью которых он может создавать связи. Свою валентность нам ещё пригодится, поэтому я несколько раз повторила специально. Итак, кристаллы. С помощью валентных электронов атомы создают связи друг с другом, и при этом распределяются в пространство определённым образом, которое называется кристаллическая решётка. И атом находится в так называемом грузле кристаллической решётки. Можно представить, что кристаллическая решётка — это город, в котором есть дома атомы, живут электроны, которые хаотически двигаются. И при этом... Ну, атаковается она атом, так попало. Но если направить... Ну, создать электрическое поле, то есть заставить всех электронов двигаться в одном направлении, это, в общем-то, будет называться ток. Но электроны при этом всё равно будут поменяться от своего первоначального направления, и это называется сопротивление материала. Два таких важных параметра биологических свойств. Кроме непосредственно атомов, которые создают преграду для движения электронов, в кристалле могут быть дефекты. То есть это что-то... То есть неправильные кривые улицы, если мы говорим про город. Например, это может быть канава. То есть нету дома на том месте, где он должен быть. И иногда посредине улицы стоит какое-то здание, объект. То есть лишний атом. Это даже может быть какой-то принесный атом. То есть химическое вещество, другое, построение со всей кристаллической решёткой. Это всё ещё больше замедляет электроны, и, соответственно, сопротивление электрот течёт не меньше. Я вам сказала про электроны, как они тут замедляются дефектами, но ещё ничего не сказала. А можно следующий слайд переключить? Всё, здорово. Откуда эти электроны берутся вообще в кристалле? Вы можете помнить, в атоме у нас есть уровень. В кристалле уровень у нас размывается на зоны. Всё то же самое. Самая нижняя зона, в которой может находиться электрон, при этом он привязан к своему атому, он создаёт вот эту вот связь, называется валентная. Если мы дадим ему энергию определённую, он может вырваться на свободу, вот там какая-то стрелочка нарисована, и пойти гулять. Это называется, что он перепрыгнул в зону проводимости. Та энергия, которая ему нужна, и ту триграду, которую нужно преодолеть, чтобы вырваться на свободу, называется запрещенная зона, вот эта вот величина. И тут возможно три разные ситуации. Первая, величина этой запрещенной зоны, то есть энергия, которую нужно сообщить электрону, очень большая. И у него просто нет шанса выбраться на свободу, они жёстко привязаны к своим атомам, как в тюрьме, и не могут никуда деться. Такие материалы называются диэлектрики или изоляторы. Вторая, другая крайность. Запрещенной зоны вообще нет, то есть электрону нет никакой преграды, чтобы вырваться на свободу, они сразу становятся свободными и спокойно летают по кристаллу. Это металл или проводник. Третья ситуация, когда провежуточные, не знаю, ситуации нет. То есть, как вы видите, запрещенная зона есть, но она маленькая, то есть электроны могут вырваться на свободу. Но при этом есть одна хитрая. Если мы возьмём и оторвём электрон, что станет с атомом, его родным домом? Он станет положительно заряжен, потому что у него торвали электрон. И этот атом будет стремиться захватить на себя какой-нибудь соседний электрон. Положительный заряд притягивает отрицательный. Это говорят, что будто бы на месте электрона появилась дырка, и она положительно заряжена. Если на неё попадёт электрон, где-то в другом месте будет дырка. На неё снова попадёт электрон, и дырка станет в третьем месте. То есть можно сказать, что дырка двигается в валентной зоне, в общем, до капи электрона, только в обратную сторону. То есть она положительно. Также на эту дырку может область какой-нибудь свободный электрон. То есть он на свободе бегал, но ему надоело свободно, даже если он захотел отстись как он тратный, просто полетал именно на дырку и на неё упал. Следующий слайд. Следующий слайд. Зонная структура открывает нам ещё одну, в общем-то, тёмную сторону дефектов. И не только отклоняют движение электронов, но они ещё служат полушками, в которые электроны попадают и не могут вырваться, как будто бы они попадают в яму. И это на зоне структура рисуется как некоторый маленький уровень запрещенной зоны, что скрепляет энергия, которая вообще-то запрещена, но из-за дефекта она становится свободным, и микрон у неё падает. И там застаёт. Теперь, чтобы вырваться снова на свободу, и встал, нужна вот эта вот энергия. И более всего, что если под этим, ну и по грядочкам будет дырка, электрон просто как по ступеньке упадёт вниз. То есть мало того, что дефекты мешают, как он двигается, они ещё не уничтожают носители заряда, то есть электроны падают и перестанет проводятся, не только становятся меньше. Не помогает. Ещё следующий слайд. Мы там поговорили, в общем-то, основные свойства. Кастерическая структура, образованная структура, и как это работает теперь на практике. Ну, сейчас полуправедниковая техника, и основные элементы это кремний Германии. Ну, тут, например, нарисован кремний. Кремний четырёх валентин, у него четыре электрона, которые могут образовывать четыре связи. Вот эта структура. Обычная зонная структура, электрончики, чтобы стать свободными, нужна определённая энергия. Но интерес начинается, когда мы добавим другие химические элементы. Например, фосфор. Фосфор пяти валентин. Что получается? Четыре электрона спокойно создадут связи. Но пятый будет лишним. Для него не найдётся пара. И он тогда будет, в общем-то, ничего его не будет держать возле его родного атома. Он как холостяк, просто оторвётся, и вообще не в космос может хоть его взять по кристаллу. То есть станет проводником тока. Как это рисуется на зонной структуре? У нас это фосфор, это примесь. То есть дефектный примесь. Она создает дефектный уровень в зависимости в зонной структуре. Это заряженный примесь, потому что на ней есть лишний электрончик. Вот этот электрончик находится. Этот электрончик может очень легко оторваться от своего атома, поэтому нужно маленькая энергия, чтобы попасть в зону проводимости. с другой стороны мы можем взять другой, например, гор, а он трёх валентный. Что получится? Три связи у нас будет, а четвёртая не будет. А если нет связи, то это дырка. Как это рисуется на зонной структуре то же самое рисуется, только наоборот. У нас есть примесный уровень. Там красненький нарисован. Но на ней считается, что сидят электрончики, потому что это раз те электронов, которых нету. А вместо этих электронов в общем-то дырки в зоне, в валентной зоне. Называется N-тип, проводимость полуководитов, P-тип. Но N-негатив, то есть много электронов, P-позитив, много дырок. И уже с этим можно много работать. Во-первых, это называется введение лишних атомов, называется легирование. Мы можем создавать такой уровень легирования, который нам нужен. 100, 200, миллион атом, сколько нам нужно? И нас будет столько проводящих электронов, как-то нам нужен. А теперь, допустим, мы возьмём полупроводник, это может быть даже кремний, заключённая цена которого равна видимому свету. То есть, если на этот полупроводник будет светить свет, электрончики будут выбиваться и становится больше, ток течет больше. И это детектор в общем-то света. где он может стоять? Например, уличный фонарь, на нём стоит вот такой вот детектор, и он реагирует на солнечное включение. Как только солнышко село, стало темно, электрончики не раздавятся, они обратно падают вниз, то есть, проводимость прекращается, и сигнализация, что надо включать, лампа должна включиться. Как только ночь прошла, солнышко встаёт, появляется свет, электрончики раздумают, регенерируются, появляется ток, лампу надо выключить. Это первое, что можно придумать. Следующий слайд. Самое интересное начинается, когда мы два типа проводника садим вместе. Тут некоторая магия, которую я не успел уже объяснить, то есть это о том, что эти примесные уровни в одном полупроводнике и в другом выравнивается ровная линия, а всё остальное сдвигается. Что получается? Если мы включим ток, например, сюда поставим плюс, а туда минус, то есть электроны, которые здесь будут, побегут к плюсу, и по горке будут спокойно сбегать влево. Дырку будут наоборот всплывать, то есть они положительные заряды, они будут тянуться к минусу. Если же мы поменяем ток, здесь делаем минус, а там плюс, то электроны от минуса побегут к плюсу, подбегут сюда, но тут горка. Чтобы забраться на эту горку, им нужна вот эта вот энергия, где-то её надо взять. Если не дадите ноги, они тут застрянут. То есть, если у нас будет другое направление тока, ток просто не падичит. Это называется диод. Одно направление ток есть, другого нет. Другой вариант, не будем включать ток. Просто будем освещать эту структуру светом, который больше вот этой ширины запрещенной зоны. Что у нас получается? Свет будут выбивать электроны и отсюда, и отсюда. Электроны, которые выбраны, выбиты справа, будут по горьке внизу впадать. Дырочки будут сюда всплывать, потому что, по сути, дырка тоже отсутствие электрона. То есть, электроны будут сюда двигаться, и, соответственно, туда будут двигаться. у нас будут накапливаться электроны, а там будут накапливаться дырки. То есть, у нас разделяется два типа носителей заряда. Нам осталось только подсоединить сюда проводочек, поставить какую-нибудь лампочку, и она загорится. Ну, это, в общем, структура солнечного элемента, который, наверное, все знаете. Другой вариант, мы можем так же освещать, даже не освещать, подключаем ток, сюда ставим минус, сюда будет, если я ничего не перебирала. У нас попадут электроны, но эта граница будет очень узкая. И они вот сюда подбегают, сюда электроны, сюда дырки, и электроны начинают сразу падать на дырки. А когда они падают на дырки, они выделяют вот эту личную энергию в виде света. То есть, мы можем получить солнечный светодиод, нужный нам свет. Если мы хотим, чтобы у нас был синий свет, нам нужно маленькую, нет, на правую, большую, запрещенную зону. Если хотим красным, нам нужно немножко поменьшиться в причемную зону. В общем-то, лазер работает по такому же принципу, только там хитрость надо загнать, электронов очень много, чтобы они потом резко падали, и все потомки, которые дождились, встроенные рядочком, шли в нужное направление. Следующий слайд. Ой, а может предыдущий? Очень я кратко рассказала про кристаллическую структуру тела, про его зонную структуру, про то, как это влияет на сопротивление и ток. Это то, что изучает в физике твердого тела. Очень важно, я хочу подчеркнуть про дефекты, потому что, только зная враговое лицо, можно создать защиту от него, научиться делать материалы с такими свойствами, которые нам просто необходимы. И спасибо за внимание. Теперь можно следующий слайд.